Добрый день, уважаемые студенты! В детстве я очень любил читать всякую историческую литературу. В частности, была такая знаменитая серия писателя Яна про татаро-монгольское нашествие. Последняя книга называлась «К последнему морю». Вот мне это запало. Мы тоже с вами дошли до последнего моря. Это море называется магнетизмом. У нас сегодня последняя лекция, надеюсь, что я уложусь. И, конечно, я хочу сказать, что магнетизм – это очень серьезная наука. Если изучать ее теоретически на серьезном уровне, то нужна хорошая подготовка квантовой механики и статфизики. К сожалению, ситуация такая, что вы не обладаете этими знаниями, а наша кафедра – это сильно уходящая от тематики нашей кафедры. Поэтому мы будем рассматривать магнетизм, скажем так, классический и полуклассический, или полуквантовый, если хотите, так, чтобы это было понятно студентам, прослушавшим хотя бы семестр прошлой, посвященной атомной физике. Итак, начнем с парадоксального утверждения. Никакого магнетизма в классической физике нет и быть не может. Это такое довольно нахальное утверждение носит серьезное название теорема Бора Ван Левен по имени Бор. Это тот самый Нильс Бор, который еще до всякой занятий квантовой механикой в своей диссертации доказал эту теорему. Затем как-то доказательство было потеряно. И второй раз это было доказано аспиранткой Лоренца Ван Левен после консультации с Бором. И поэтому результат принадлежит им обоим. Значит, формулируется это так. В состоянии термодинамического равновесия нерелятивистская система заряженных частиц, помещенная в магнитное поле, не могла бы обладать никаким магнитным моментом, если бы она строго подчинялась законам классической физики. Качественно это следует просто из того, что магнитное поле действует силой Лоренца, которая перпендикулярна скорости, и поэтому не совершает никакой работы и не может изменить энергию. Аналитически это следует из того, что вы знаете, надеюсь, такую простую вещь, что есть обобщенный импульс, который мы были, который... Напомню, что в классической физике нет никаких моментов, да? Вот, то есть есть, конечно, виток, аналог магнитного момента, виток с током, но это есть представление о стационарном движении, вот, а в термодинамическом равновесии никаких таких движений нет в отсутствии поля, вот. И единственная зависимость, которая может хоть как-то влезть в магнитное поле, это вот через векторный потенциал в выражении для обобщенного импульса. Значит, дальше мы напишем, что средняя классическая энергия системы есть Д3П, Д3Х, сама энергия Е от ПХ одной частицы, и на Е в степени минус Е от ПХ разделить на КТ. Значит, сюда вы должны подставить вот эту штуку П, да? И когда у вас интегрирование идет, система ваша бесконечная, то вы можете сделать сдвижку при интегрировании по П, хотя это функция координат, но для П это А от П не зависит. Сделать сдвижку и таким образом просто устранить А, перейти к другой переменной и устранить А. И окончательно у вас энергия полная вообще не будет зависеть ни от А, ну и тем более ни от Б. Ну а частная производная, которая есть со знаком минус магнитный момент, точнее на магниченность ДЕ по ДБ, которая есть минус М, она просто тождественный ноль. Тогда возникает вопрос, хорошо, как же тогда в классической физике работают с магнитными моментами, объясняют экспериментальные данные, утверждают, что все хорошо, все объясняется. Ответ заключается в том, что при этом делаются неявные предположения об устойчивых орбитах движения электронов, о существовании атомов, спинов, магнитных моментов и так далее. То есть фактически это был такой полуклассический подход. То есть, да, все уравнения классической физики, но исходные предположения неявно содержат какие-то предположения из квантовой механики. А напомню, что строго подчиняющиеся законам в теореме Бора-Ван-Лейн говорится строго подчиняющиеся законам классической физики. Итак, перейдем к возможным системам, содержащим магнитные моменты. Начнем с простого, с газомагнитных стрелок. То есть, у меня есть диполи, да, вот, каждый из них эквивалентен маленькому магнитику мю, магнитные диполи, и пусть у меня есть газ-частиц, обладающих постоянным магнитным моментом. Состояние термодинамического равновесия температура разбрасывает диполи, направление векторов диполи хаотически, поэтому в среднем дипольный момент всего газа никуда не смотрит. В отсутствии поля, конечно. Вот, поэтому магнитный момент равен нулю. При приложении магнитного поля картина меняется, потому что диполь, как мы знаем, имеет более выгодное состояние, когда угол между векторами Б и мю меньше 90 градусов, косинус положительный, и отрицательное значение, когда угол больше. Вот, в результате часть диполей, почему часть? Ну, потому что температура продолжает свое разупорядочащее действие, но в среднем какая-то часть диполей разворачивается, равновесное расстояние, равновесное положение становится как-то таким, и получается суммарный магнитный момент. Вот, значит, вот наша задача посчитать вот этот суммарный магнитный момент. Он наведенный, и он направлен вдоль поля. Вот такая система называется парамагнетиком. Итак, рассмотрим парамагнитный газ. Сначала введем как классическое распределение, функцию распределения диполей по углу. Значит, ясно, что это будет некая нормировочная константа на Больцмановскую экспоненту. У, это потенциальная энергия, у от тета есть минус мю на Б. Значит, мы будем Б всегда направлять по оси З. Это мю, ну, а это угол тета. Минус мю Б или минус мю Б косинус тета. Вот, теперь нам нужно найти ненулевое среднее, то есть проекцию мю на ось З. То есть мю З среднее. Мю З среднее, которое, вот, задается, надо искать с такой функцией распределения. Что у нас получится? Это будет интеграл мю З F от тета д омега, телесный угол, это какая-то трехмерная картина, на нормировку, на интеграл F от тета д омега. Ну, что такое д омега? Значит, классическое выражение 2π, извините, синус тета д тета д фи. Значит, вокруг оси З все изотропно в плоскости, поэтому по фи мы проинтегрируем, получим 2π, и останется интеграл синус тета д тета. Интегрировать нужно по всему периоду изменения угла, то есть от минус пи до пи, от минус пи до пи, напомню. Значит так, введем такую величину у, которая есть косинус тета. Тогда смотрите, что у нас получится. μ З, это и есть μ на косинус тета, здесь будет Е в степени минус минус то же самое косинус тета, и в результате мы с вами получим, что это равняется μ интеграл. Значит, косинус меняется на промежутке минус пи от минус единицы до плюс единицы, плюс 1, минус 1, у, Е в степени у, ди, и здесь интеграл минус единица, плюс единица, Е в степени у, ди. константа нормировочная естественно вылетела. Значит, нижний интеграл считается в уме, то есть это есть Е в степени у, на разность на концах, то есть Е в степени 1, минус Е в степени 1. Вот, значит, а верхний предел, давайте сделаем не так, давайте возьмем вот такой интеграл. Е в степени альфа у, ди. Зачем? Этот интеграл легко считается. Это и есть Е в степени альфа минус Е в степени минус альфа на 2. Ой, все, на альфа, извините. Значит, домножаем, делим на 2, домножаем на 2, получаем 2 на альфа CH альфа. А числитель есть просто производная вот этого, ну здесь тоже альфа у будет стоять, есть производная вот этого по параметру альфа. А в конечном выражении мы положим альфа равным единице. В результате мы получим с вами формулу μz средняя равняется μ гиперболический катангенс величины альфа с волной минус единица на альфа с волной. Где альфа с волной вот это и есть μb на КТ. Значит, вот эта функция, я сюда перейду, L от альфа, которая равняется КТА ш альфа с волной минус единица на альфа, это называется функция Ланжевена по имени французского Ланжи, извините, Вена. Функция Ланжевена по имени французского физика Пьера Ланжевена, который впервые это рассчитал. Значит, дальше нужно посмотреть характерный параметр величины альфа. Значит, разумно брать комнатную температуру, это составляет 300 кельвинов, значит, КТ, как я вам говорил, когда читал полупроводники, это 1,40 электрон вольта, а магнитон, ну, он порядка, любой магнитный момент измеряется в магнитонах Бора, которые есть примерно 10-20 Эрк на Эрстед, Эрк на Эрстед. Значит, даже если мы возьмем поле 10, ну, давайте возьмем 10-4, это 10 тысяч Эрстед, то есть 1 Тесла, более-менее такая лабораторная установка, мы получим с вами 10-16 Эрк, да, и если поделим на 10-12, мы получим 10-4 электрон вольта, а в знаменателе у нас одна сороковая, то есть здесь минус второй, поэтому параметры альфа в любом случае при любых разумных величинах много меньше единицы, и мы можем разложить, значит, катангенс, первый член разложения есть, единица на альфа, они сократятся, вот, а следующий член легко посчитать, это будет альфа на 3, в результате мы получаем магнитон средняя магниченность есть магнитон в квадрате B на 3 КТ, значит, если мы умножим средний магнитный момент одной частицы на концентрацию частиц газа, мы получим магнитный момент единицы объема всего газа, это есть не что иное, как намагниченность, ну, значит, мы получаем магнитон в квадрате BN на 3 КТ, если мы теперь возьмем производную ДБ, ДМ по ДБ, то это по определению называется восприимчивостью, и видим, что в классике восприимчивость не зависит от поля и пропорционально единица на Т. Вот эта пропорциональность носит название закон Кюри по имени Пьера Кюри, который в свое время впервые установил экспериментально вот эту зависимость. Хорошо, это, так сказать, что дает классика, которая, я еще раз подчеркиваю, мы не задаемся себе вопросом, откуда взялся этот магнитный момент. Все, вот он есть и до свидания. Сейчас мы понимаем, что магнитный момент может быть в честь частицы либо спиновый, либо орбитальный, но спин это вообще квантовое понятие, орбитальный момент, это есть предположение, что электрон вращается по стационарной орбите, и атом не излучает, ничего с ним не происходит, то есть тоже молчаливо квантовый подход. Теперь мы перейдем к такой же задаче, но будем решать ее квантовым способом. Мы вспомним, что на самом деле магнитный момент, он не является непрерывно меняющимся вектором, как всякий момент, он должен пространственно квантоваться, то есть у него должны быть дискретные проекции на заданную ось. Соответственно, результат Ланжевена, конечно, сохраняет в предельном случае свой смысл, но более аккуратный результат был получен другим физикам, и сейчас мы к этому с вами перейдем. Итак, Z-компонента магнитного момента в квантовой механике, точнее, оператора магнитного момента. Напомню, что любой магнитный момент пропорционален механическому, значит, мы будем считать, что это как бы векторы, хотя это не совсем строго, и это есть вот такое соотношение. То есть, сюда входит так называемый G-фактор магнитон Бора, и в общем случае здесь стоит полный момент. Величина G либо вычисляется для свободных атомов, либо берется из эксперимента, если речь идет о твердом теле. Итак, Z-компонента вектор G, как известно, квантуется, напоминаю, значит, G это есть максимальная проекция, а затем вот оно пространственное квантование, то есть, вот эти проекции меняются через единицу, ну да, 0, 1, 2, я для тройки написал минус 1, минус 2, минус 3. Значит, мы с вами пишем, что G магнитон Бора МЖ, так, функция распределения, теперь, это, конечно, будет функция дискретной величины, число значения МЖ есть 2Ж плюс 1, вот, это есть то же самое А, Е в степени плюс, я напоминаю, что энергия есть минус МЮ на Б, да, но надо помнить, что на самом деле мы вот так пишем, что на самом деле МЮ смотрит против G в общем случае, значит, учет легко делается, скалярное произведение на КТ минус, тут понятно, да, минус МЮ на Б, ну, энергия отрицательная и экспоненты отрицательные на КТ и равняется Е в степени G магнитон Бора Б на КТ МЖ. Видите, функция распределения зависит от дискретной. Тогда средняя квантово-механическая угловые скобки есть, ну, здесь потерпите, будет несколько длинноватая формула, от минус МЖ до Ж, G магнитон Бора МЖ, это сам момент, З-компонента, да, на А сократится, Е в степени МЖ, магнитон Бора Б на КТ МЖ, ну, а в знаменателе будет сумма МЖ минус Ж до Ж, МЖ и Е в степени, ой, не надо, Е в степени Ж, магнитон Бора Б на КТ МЖ, ну, в общем, сложность в том, что теперь вместо интеграла тут стоит конечный ряд, но легко узнать в этом ряде прогрессию геометрическую, конечную, не бесконечную, для нее существует простая формула, а числитель можно представить себе, вот если обозвать это альфа, производной, да, вот этой знаменателя по МЖ, по альфа, по вот этому вот, вот, в общем, если все это проделать, то вы получите здесь для знаменателя, вернее, вот так, для знаменателя CH 2Ж плюс 1 на 2 альфа на CH альфа пополам, это знаменатель, а дальше его надо будет продифференцировать этот знаменатель по альфа и еще поделить на сам знаменатель, значит, после всех выкладок вы получите такой ответ, мю Z средняя равняется G мю бора, я так пишу, G мю бора на такую, на функцию G, так, на функцию B G от X, где X, я напишу сейчас, что такое функция, X это вот, что такое, это G мю бора B G на КТ, ну, почти такой, как там было, только добавляется G, а что такое функция B G от X, она называется функция Брилюэна, Брилюэна, и выглядит она вот так вот, B G от X равняется 2G плюс 1 на 2G, здесь в скобках стоит КТ-H 2G плюс 1 на 2G X, это аргумент гиперболического катангенса, минус единица так, вот так, извиняюсь, минус единица на 2G, гиперболический катангенс X на 2G, вот такая функция. 2G плюс 1 на 2G, катангенс, видите, а здесь как бы 2G плюс 1 в этом члене просто единица заменена. Вот, ну, забавный случай, что если G равно 1 2, да, чтобы вот это все в единицу обратилось, то есть полный момент 1 2, скорее всего это орбитальный момент 0, а спин 1 2, тогда мы получим с вами такую формулу B 1 2 от X, вот, это есть 2 KT, извините, H 2, X минус M, H%, H, X, И вот знающие тригонометрию могут после несложных преобразований показать, что это и есть просто гиперболический тангенс X, гиперболический тангенс X, То есть для спина 1,2. Результат с гиперболическим тангенсом может быть получен без довольно сложных и нудных вычислений. Потому что мы знаем, что для момента 1,2 очень все физически красиво. Значит, если жи равно 1,2, есть всего две проекции. Значит, вот это был уровень без поля. В поле происходит расщепление. Минус G магнитон-бора B на 2. Ну, потому что МЖ 1,2. А здесь G магнитон-бора B пополам. И раньше тут было N частиц. Ну, ниже, конечно, лежит состояние. Вот тут хороший вопрос. Почему всегда ниже состояние с минусом лежит? Дело в том, что спин, поскольку электронный отрицательный заряд, спиновый магнитный момент направлен против спина. А классика требует, чтобы наименьшим состоянием, и квантовая механика с этим ничего поделать не может, наименьшим, наивыгоднейшим, извините, состоянием магнитный момент был параллелен B. Ну, если МС параллелен B, то проекция спина антипараллелен, в смысле, сам спин антипараллелен B. Вот. И таким образом мы получаем, что тут будет N вверх, так, а тут будет N вниз. N вверх плюс N вниз, это, конечно, полное число частиц, вот, а их отношения подчиняются Больцвановской статистике. Уровни простые, это есть просто экспоненты в степени разности энергий. И мы получаем, значит, двойка уходит, минус G магнитон Бора B на КТ. Из этих двух соотношений вы можете найти N вверх, N вниз, и вспомнить, что мюзет, это есть магнитон, N вверх минус N вниз. И вы получите гиперболический тангенс. Мы об этом еще поговорим. Это вот, что касается классического и квантового рассмотрения парамагнетизма. Особую роль играют металлы, где есть вырожденный электронный газ. Здесь, как бы, хоть и квантовый, но все подчинялось классической статистике. А на самом деле мы знаем, что в металлах восприимчивость не зависит от температуры вообще. Это экспериментальный факт. Что противоречит вот этим формулам. Значит, причина состоит в том, что в металлах электронный газ находится в вырожденном квантовом состоянии. Поэтому на каждом уровне сидят два электрона с противоположными спинами. И при включении поля перевернуть спин электрон не может. Дело в том, что если он его перевернет, то в одном состоянии окажутся две частицы, у которых все квантовые числа совпадают. Что противоречит принципу Паули. Поэтому при абсолютном нуле никаких чудес не бывает. А при конечных температурах, да, часть электронов, как мы знаем, находящиеся вблизи границы ферми, переходит на более возбужденные состояния, оставляя там незаполненные несколько под поверхностью ферми. И поэтому там можно переворачивать спин. Запрет Паули снимается. Но доля этих электронов, которым это разрешено сделать, очень мала. Это доля дельта Н. Порядка полного концентрации электронов на КТ к Еферме. Поэтому нужно внести поправку. В восприимчивость классическую умножить на отношение дельта Н. То есть Хи квантовая примерно из Хи классическая. То есть Хи классическая умножить на КТ к Еферме. Поскольку Хи классическая, это и есть мю квадрат Н на КТ, то умножая на КТ к Еферме, мы получаем мю квадрат Н на Еферме. Конечно, правильный результат, я это делал специально на семинаре, он отличается в полтора раза. Тут стоит коэффициент три вторых. Но качественный ответ понятен. Получили независимую восприимчивость. То есть причину я уже объяснил. Те электроны, которые вышли при нагреве из-под ферме распределения, для них можно применять классическую статистику и пользоваться классическим результатом для восприимчивости по закону Кюри. Теперь переходим к следующему типу взаимодействия, а именно к диамагнетизму. И в диамагнетизме мы тоже будем классически. Выражаясь шершавым языком плаката, диамагнетизм, природа диамагнетизма, она вообще всеобща. Если для парамагнетизма мне нужно иметь у частиц магнитный момент, то для диамагнетизма и этого не нужно. Диамагнетизм возникает вследствие теоремы Лармора. Теорема Лармора утверждает следующее. Я ее доказывал, когда, ну вернее, вы ее могли узнать, когда рассматривали эффект Дзеймана, то есть влияние магнитного поля на движение электрона в атоме. Значит, согласно полуклассической такой теории, электроны двигаются по фиксированным орбитам, но на самом деле никаких орбит нет, конечно, есть состояние с разными, со стационарной волновой функцией, но будем считать, мы же договорились, что полуклассические, да, вот они бегают по орбитам, да, эти орбиты как-то там направлены в пространстве, задается орбитальным моментом их направление. А теперь я помещаю все это в магнитное поле. Что будет? Вот у меня есть орбита, вот она, вот магнитное поле, вот как бы, ну представьте, я не буду прокалывать, что надето сюда, то самое, лист, а вот орбита, она же плоская, по ней бегает электрон. Значит, за счет теоремы Лармова утверждают, что когда вы накладываете на систему зарядов, совершающих финитное движение, постоянное магнитное поле, то в первом приближении ничего не меняется, только добавляется вращение вокруг поля с постоянной угловой скоростью, омега Ларморовская, равная минус модуль ЕБ на 2МС. То есть орбита начнет прецессировать вокруг поля, то есть электрон бегает вот так и еще начинает поворачиваться вместе с орбитой вокруг поля. Почему вниз? А дело в том, что это есть проявление общего правила Ленца, а точнее, некого более, вылетела фамилия, некого общего принципа, который утверждает, что система всегда ведется так, чтобы скомпенсировать внешнее действие. И направили поле так, нате вам в ответ на магниченность, направленную вниз. Вот. Это называется принцип Лешателье-Брауна. Вспомнил. Вот. Ну, а закон Ленца, это наиболее известный нам вариант этого принципа Лешателье-Брауна. Значит, что же получается? Что же получается? Получается следующая штука. Получается следующая штука. Вот смотрите, вот магнитное поле Б, да? Вот орбита электрона. Значит, вот момент количества движения Л. Вот электрон бежит со скоростью В вдоль этой орбиты. Магнитный момент, как и положено, направлен против Л. Ну, по правилу Буравчика, ток бежит сюда, значит, вкручивается мю сюда, Л сюда. И в магнитном поле Б момент, как магнитный момент постоянный, начинает прецессировать. То есть, его конец движется, вот, описывает окружность, а сам он по поверхности конуса движется. Вот это и есть прецессия орбиты, да? То есть, появляется дополнительный ток Ж0, который направлен теперь сюда, и появляется дельта мю, дополнительный магнитный момент, направленный против Б. Против Б. Значит, величину вы можете легко найти. Это Ж0, С, вот это вот, заштрихованный, не это С, а площадь вот этой орбиты. мы обозначим ее радиус ρ, в отличие от этого, радиус, значит, С на С равняется И0, П, ρ квадрат на 2 на С, ну, а дальше И0, это же и есть, вы знаете, с какой угловой скоростью прецессирует магнитный момент? Значит, ток легко считается ИОМЕГАЛ на 2П, ток, деленный на период, вот, и умножить на П, ρ квадрат на С. В результате, после подстановки, только давайте я не ту ОМЕГу написал, ОМЕГАЛ, в результате получается Е квадрат Б на 4 МС квадрат ρ квадрат Ну, поскольку ρ у разных электронов разные орбиты, они разного радиуса, надо будет усреднять вот эту штуку по всем состояниям электронов в атомах. Я не буду это писать, я это, в общем, делал на семинаре, в результате вы получите магнитный момент, дополнительный, так, и восприимчивость, но она будет отрицательна, в отличие от положительной, в отличие от парамагнитной, вот, и мы с вами напишем, что модуль хи-диа, то был пара, это будет Z, число электронов в атоме, так, на концентрацию ваших атомов, если это газ, вот, на E квадрат, на средний, значит, напомню, что ρ квадрат, это есть х квадрат плюс Z квадрат средний, поэтому при усреднении отличие будет коэффициент три вторых, точнее, две третьих, значит, в результате получается 6 mc квадрат, 6 mc квадрат, вот это тоже называется формула Ланжевена, вот, и теперь я хочу только, чтобы закончить эту тему, сказать только две вещи, значит, строгий расчет, как я уже сказал, квантово-механический требует привлечения квантования спектра, то есть квантования Ландау, дальше я распространяться не буду, поскольку все равно считать правильно мы не можем, вот, а главное, это было показано Ландау, что для изолированного атома хи-диа равняется минус одна треть хи-пара, минус одна треть хи-пара, вот, таким образом парамагнетизм сильнее, то есть диамагнетизм есть абсолютно у всех атомов, но если у этих атомов электроны не имеют магнитных моментов, тогда будет, конечно, чистый диамагнетизм, он есть у всех, если есть пара, то суммарный эффект будет пара, а вот в твердом теле, в твердом теле картина получается совсем хитрая, вот смотрите, я, к сожалению, стер этот, но вот я вам там рисовал, скажем, металлы, в металлах там входит в парамагнетизм металлов входит еферми, да, хи-пара пропорционально мю-квадрат, это фактически магнитон бора, да, на еферми, так вот, еферми, магнитон бора, тут всегда входит масса свободного электрона, без всяких дураков, это спин, вот, а еферми это движение, поэтому это есть х-квадрат 3-пи-квадрат n в степени 2-третьих на 2 эффективных массы, поэтому, когда вы перепишите это через m0, то у вас войдет отношение m со звездой к m0, вот, в твердом теле обычно m со звездой меньше m, поэтому парамагнетизм подседает, а вот с диамагнетизмом картина, ну, это мы без доказательств берем, совершенно обратное, хи-диа ТТ, ФТТ, в физике твердого тела пропорционально хи-атомная диа на m0 к m со звездой в квадрате, еще раз подчеркиваю, это без выводов, поэтому обычно в металлах вот это вырастает, и получается, что вот это соотношение справедливое для атомов больше не работает в твердом теле, может быть так, что хи-диа перебьет хи-пара, и что получается в результате, существуют металлы, типа висму, цульма, которые являются диамагнетами, это полуметаллы, они являются диамагнетиками, диамагнетиками, ну а есть материей хром, есть парамагнетики металла, алюминий и так далее, вот, так что тут такого жесткого соотношения нет, ну давайте сделаем перерыв, так, ну что, теперь мы рассмотрели простейшие проявления, общий, физический, пара, диа, значит, конечно, надо было напомнить вам из курса электричества общей физики, что парамагнетики это те вещества, которые втягиваются в неоднородное поле, и они располагаются вдоль силовых линий, если это, вот скажем, цилиндр вы сделаете из парамагнетика, он будет вдоль силовых линий, а диамагнетики выталкиваются, такой цилиндр обычно располагается перпендикулярно, силовым линиям, но среди большого многообразия магнитных это наведенные, наведенные явления, а существует спонтанная намагниченность, то есть существуют вещества, которые обладают магнитным моментом в отсутствии всяких внешних полей, всем вам это хорошо известные магниты, они в основном из железа сделаны, но такое явление, как спонтанная намагниченность носит название ферромагнетизм, ну ферро это железо, кто или что заставляет магнитные моменты атомов, мы сейчас дальше будем про локализованные магнитные моменты говорить, упорядочиваться, значит, ну вообще магнитный момент это диполь, может диполь, дипольное взаимодействие, ну для простых диполей легко показать, что и вот так будет, всегда будет антиферомагнитное упорядочение, но дело даже не в этом, давайте оценим энергию, энергию диполь-дипольного взаимодействия, и возникает вопрос, ну хорошо оценить, а с чем ее сравнивать, а сравнивать мы ее будем вот с чем, значит, прежде чем перейти в такую забавную историю, ну все видят, как представляют хотя бы, наверное, как работает металлургический завод, который из лома варит сталь, значит, ну везут, вот раньше, когда другая власть была, вот другая сестра, на, мы собирали металлолом, все школьники, вот этот металлолом свозили, так сказать, на металлургические заводы, дальше электромагнит брал прямо из крана огромное количество этого металлолома, который притягивался, и переносил его там куда-то, уже дальше, так сказать, все это попадало в печку и варилось, а дальше из печи выходили, так сказать, слябы такие, слитки стали, горячие, или там железо, вот, их почему-то магнит уже не переносил, а строили какие-то огромные двухкилометровые длины прокатные станы, по которым двигалась эта заготовка, и по ней там, значит, ее обрабатывали, придавали ей там нужный вид. Возникает вопрос, почему холодную, ну, так сказать, при комнатной температуре металлолом, электромагнитом можно двигать, а горячей нет. Оказывается, у каждого феромагнетика есть определенная температурная точка, называемая температурой кюри, в которой происходит фазовый переход. Ниже температуры кюри существует спонтанная намагниченность, выше нет, то есть вещество превращается в парамагнетик, то есть переход фера парамагнетик, вот, поскольку, так сказать, там симметрия ломается, то это получается, соответственно, ну, можете сами посмотреть, переход второго рода. Вот, значит, сравнять нужно с мерой температуры, которая разрушает упорядочение, как сверхпроводимости, там разрушалась щель, здесь разрушалась энергия, соответственно, здесь разрушалось расположение правильное, то есть сравнивать с энергией нужно. Значит, ну, мы легко напишем, что у порядка мю квадрат на куб, конечно, мы будем все в грубых приближениях считать, вот, значит, следовательно, критическая температура ТС, которая порядка У на капа, будет порядка магнитон Бора в квадрате на капа А в кубе. Давайте сделаем оценку. 10 минус 20 в квадрате, напомню, что это Эрхнерстет, все в системе считается в системе ЦГС. У А куб, ну, возьмем, значит, триангстрема, так уж. Значит, 3 в кубе это 27 на 10 минус 24 кубических сантиметров это есть энергия, вот, и делим на 1 38 на 10 минус 16 это есть постоянная Больцмана. Значит, в результате мы получаем, что, ну, здесь порядки все уходят, а здесь получается 30 на примерно 40, ну, то есть, где-то 2 на 10 минус 2 кельвина. Ну, ясно, что это ни в какие ворота не лезет, потому, что у железа температура кюри порядка 1000 градусов, 800 градусов Цельсия, то есть, где-то там 1100 кельвинов. Вот, и поэтому магнито-дипольное не в состоянии обеспечить нам притяжение. Значит, чтобы было упорядочение, нужно посчитать, а какое поле должно действовать на атом, мы сейчас не интересуемся, понятно, что если у меня диполи вот так расположены, они создают здесь в точке нахождения какого-то определенного атома магнитное поле, и произведение магнитного помента на это внутреннее поле, оно должно быть порядка КПТЦ. Значит, ну вот, для чисто диполь-дипольного взаимодействия не проходит, значит, ясно, что мне не хватает большого количества, а давайте прикинем, а какое должно быть внутреннее поле БИН, чтобы энергия магнитного момента в этом поле равнялась там 10 в 3 кельвинов. Значит, легко оценить, что это порядка КПТЦ на магнитон Бора, значит, это порядка, ну, уже тут вообще числа не считая. 10 минус 20, получается 10 в 7, то есть, представляете себе, внутреннее поле 10 в 7 гаусс, вот, индукция, значит, это ни много, ни мало 1000 Тесла, вообще несбыточное какое-то, создать в лаборатории такое поле нельзя. Вот, значит, как развивалась теория? Значит, сначала был физик Вейс, который просто постулировал, что вот существует такое поле, откуда оно берется? Он говорил, оно берется из самой намагниченности, то есть, вы понимаете, что картина, когда странно, чтобы определить намагниченность, мне нужно знать поле, которое там есть, так вот, Вейс сделал предположение, что вот это БИН, магнитное поле, оно просто пропорционально намагниченности. Конечно, вот эту константу феноменологическую, напомню, что Вейс высказал это в 1907 году, еще за 20 лет до создания квантовой механики и объяснения квантовой механикой природы ферромагнетизма. Ну, Григорий Ламду надо брать из этого самого, из эксперимента. Можно ее оценить, ну, пожалуйста, оцените намагниченность железа, это есть магнитон Бора 10-20, разделить на куб постоянной решетки, значит, это получается что-то там 10, ну, возьмем, что это 10-22, да, ну, вот получается 100 гаусс, да, 100 гаусс, значит, это 10-7, это 10-2, константа 10 в пятой должна быть, очень большая константа. Откуда она взялась, ну, об этом мы чуть позже поговорим. Что сразу удалось сделать Вейсу? Вейсу удалось сделать поправку, как бы, к закону Кюри, закону Кюри, потому что закон Кюри не работал в виде, как восприимчивость есть единица на Т, это только для парамагнитной области он работает, а в ферромагнитной области так себя закон Кюри несправедлив, поэтому нужен был какой-то другой подход. Смотрите, как Вейс его получил, мы сейчас это двумя способами получим. Ну, давайте я на этой половине доски сделаю. Итак, да, еще что важно, вот это поле БИН, это действительно магнитное поле. В каком смысле это магнитное поле? Это магнитное поле в том смысле, что есть энергия в этом магнитном поле, но это я уже объяснял, есть вращательный момент в этом поле, ну, на БИН. единственное, чем оно отличается, это поле от обычного, оно не входит в уравнение Максвелла, оно не создается током, я напомню, что в уравнении Максвелла в общем виде, в самом общем виде, оно записывается одно из уравнений Максвелла, 4П на С Ж полное, то есть поле Б создается полным током, в полный ток входят несколько слагаемых, одно слагаемое это ток проводимости, всем вам хорошо известный, второе слагаемое это ток, ну, это статическое, конечно, уравнение, это ток поляризации, ДП по ДТ, и еще токномагничивание, то есть ротор М, ротор М, вот, так вот, БИН нельзя представить в виде какого-то тока, БИН нельзя, токномагничивание, он пропорционален ротору, да, вот, таким образом мы, значит, возвращаемся и так, вот, Хи-Кюри, Хи-Кюри, это есть С делить на Т, С это некая константа, теперь смотрите, магнитный момент, М, на магниченость, вернее, это есть правильное, Хи-Реальное, умножить на поле Б, но поле Б, если есть уже внутреннее поле, БИН, да еще внешнее, это будет, мы с вами напишем так, Хи, Б0, это внешнее поле, плюс БИН, равняется, равняется, Хи, здесь мы оставим с вами, а здесь добавим лямбда М, тогда у нас получается, смотрите, согласованное уравнение, М выражается через М, таким образом, из этого уравнения мы с вами находим на магниченность, она будет равна Хи Б0, так, разделить на единицу минус Хи лямбда, Хи лямбда, вот, вы смотрите, что мы делаем, теперь мы берем сюда и подставляем, мы уже поправку учли на внутреннее поле, поэтому, тут Хи, да, извините, поэтому вот сюда мы подставим Хи Кюри, мы подставим Хи Кюри, вот, тогда смотрите, что получается, С, да, Т идет знаменатель, Т, так, а здесь мы введем новую величину, минус ТС, и умножить на Б0, и умножить на Б0, вот, вот, таким образом мы получаем Хи Кюри, или Хи Кюри Вейс, Кюри Вейс, это равняется, ну, Д, ДМ по ДБ0, это равняется, С на Т минус ТС, ТС по определению, это есть лямбда, умножить на С, то есть, вот, откуда можно получить величину лямбда из эксперимента, С, в законе Кюри, легко находится, это есть магнитон Бора в квадрате, ну, магнитный момент атома, если там, это не отдельный электрон, а там с каким-то моментом Ж, значит, это есть М в квадрате, умножить на концентрацию, разделить на постоянную Больцмана, и зная ТС, зная момент атома, можно вычислить константу С, ой, извините, константу лямбда, и сравнить с вот этой, то есть, в принципе, есть откуда брать результат, есть откуда брать результат, ну, вот отсюда видно, что происходит смена знака, смена знака в точке Т равная ТС, то есть в точке Т равная ТС восприимчивость расходится, что означает возникновение спонтанной намагниченности при температуре Т меньше ТС, Т меньше ТС, при температурах Т больше ТС, получается парамагнетизм, все как положено, вот, а ниже, получается, фазовый переход, раз, и закон Кюривейса, вот это есть восприимчивость Кюривейса, которая по такой формуле описывается, теперь давайте посмотрим, как это выглядит, из того, что мы сегодня, из того, что мы сегодня рассматривали, а сегодня мы рассматривали с вами формулу Брюлена, формулу Брюлена. Напомню вам, что намагниченное, эх, ну ладно, я думаю, что видно, это есть концентрация на среднемагнитный момент и равняется Ж, магнитон Бора, Ж, на концентрацию, смотрите, вот это есть не что иное, как магнитный момент А, а это их концентрация, поэтому вот эта штука, это есть не что иное, как М0, намагниченность насыщения, максимальная намагниченность, если бы все магнитные моменты смотрели в одну сторону, на магниченность насыщения, ну температура, конечно, не позволяет этого сделать, это только при очень, а здесь будет стоять Ж, магнитон Бора, Ж на Б, на КТ, вот это мы получили для идеального газа, теперь мы сейчас возьмем и типа вот такого подстановки сделаем, и графически я вам хочу показать, как получается возникновение спонтанной намагниченности, формально здесь задаешь поле Б, получаешь отличие намагниченности от намагниченности насыщения, но как мы только что поняли, значит, поле Б само зависит от намагниченности, и у нас получается замкнуто соотношение, откуда мы, значит, аналитически, к сожалению, не получается, мы графически это решим, значит, давайте вот что сделаем, значит, если Б0 равно нулю, да, значит, все-таки не путать, вот это Б с индексом Ж, это от слова бриллиона, это Б это магнитное поле, значит, итак, если Б0 отсутствует, то решение М равно нулю, все понятно, в газе в отсутствии магнитного поля никаких, никакой магниченности нет, а теперь смотрите, что получается, значит, если вот сюда мы будем подставлять лямбда М, то у нас с вами будут две кривые, одна кривая просто пропорционально М, прямая линия на графике, вот здесь мы будем откладывать с вами М, левую часть, а здесь мы будем откладывать Б, житое от М, да, почему, потому что вот тут мы потом возьмем лямбда М, ну, я помню, что внутреннее поле есть, вот, значит, функция бриллиона, она выпукла, монотонно возрастает с ростом Х, и поэтому здесь она возрастает с ростом М, значит, если ее рисовать как функцию переменной М, то мы получим вот такие кривые, вот это чем выше, тем больше М, вот, значит, вот это М1, это М2, больше М, а это что такое? А это прямая линия, М как функция М, да, диагональ, бисектриса, извините, вот эта штука, вот это есть некое М-критическое, это когда мы возьмем касательную к функции бриллиона, она вот здесь в этой точке касается, так, вот, то уже следующее решение, вы видите, что М больше М-критического, и тут есть решение, у этого уравнения есть графическое решение, то есть при определенных намагниченностях возникает, при определенных значениях М возникает спонтанная намагниченность, при каких это, конечно, зависит от всех вот этих параметров, это понятно, вот, и мы сейчас вон ту константу С выводим из вот этой функции бриллиона, значит, будем предполагать, что аргумент, ну, это мы уже поняли, что даже при таких полях, как там 10 в 7, все равно и температурах близких ТЦ, все равно вот эта штука мала, поэтому функцию бриллиона можно разложить, B, G от X много меньших единицей, будет равняться G плюс 1 на 3 G X и тогда смотрите, что получается, слева остается M, справа остается вот это, я напомню, мы обругали на магниченность насыщения, а здесь остается G плюс 1 на 3 G, а здесь остается G магнитон Бора G лямбда M на каппа T, которую надо брать при T равное ТЦ, ну, вот, сокращая отсюда M, мы находим лямбду, мы находим лямбду, лямбда равняется 3 каппа ТЦ на G квадрат магнитон Бора в квадрате G на G плюс 1 и на концентрацию N атомов, я специально тут поставлю, ну, обратная величина ТЦ уберите и переверните, получите С, вот, собственно, все, что надо было сказать, теперь осталось, как говорится, объяснить, откуда возникает вот эта штука, как квантовая механика это объясняет, значит, я напомню вам, что в прошлом семестре вы решали задачу номер 6.78 из первой части задачника, это задачка проорта и пара гелий, значит, напомню, что в основном состоянии 1С электроны, оба электрона сидят на уровне 1С, спины антипараллельны, никаких чудес нет, а давайте забросим второй электрон в состояние 2С, мы его можем забросить так, а можем забросить вот так, тут принцип Паули не мешает перевернуть спину, чем же отличаются вот эти состояния, так и так, казалось бы, ну, энергия электрона в поле атомного ядра не зависит от направления спина, релятивистские поправки мы не учитываем, оказывается, оказывается, мы все время забываем, что у электронов есть заряд, и как говорил Ландау, закон Кулона никто не отменял, и фактически речь идет о том, что вот в этом состоянии и в этом разное Кулоновское отталкивание, из-за чего это происходит? Дело в том, что когда спины параллельны, это значит, что полный спин единица, то тогда электронам принципа мешает подойти близко друг к другу и сильно отталкиваться, а в этом состоянии не мешает, так вот, почему-то придумали, ну, спасибо Гайзенбергу и Дираку, которые этим все занимались, что есть какое-то особое обменное взаимодействие, которое в атомах приводит к тому, что вот это состояние выгоднее вот этого, то есть триплет, полный спин единица, три проекции, полный спин ноль, сингл, одно состояние, триплет лежит ниже синглета, это чисто квантово-механический эффект, это разница кулоновских отталкиваний в состояниях с полным спином двух электронов единицы и полным спином ноль, вот, Гайзенберг решил эту задачу просто чисто аналитически решил, а Дирак придумал ей очень красивую оболочку, он показал, что вот эта разница в кулоновских энергиях может быть описана например так, значит е кулоновская равняется, средняя конечно, равняется е кулоновская классическая, то есть считаемая как будто электроны подчиняются описываться так сказать как классические частицы, плюс-минус дельта е кулоновская квантовая, вот это специфическая поправка связанная со спинами и Дирак предложил ее записывать в таком виде, что это есть дельта е кулоновская, это по-моему там некий коэффициент а, единица плюс среднее значение скалярного произведения двух спинов электронов, естественно, как учит квантовая механика, скалярное произведение выражается через квадрат полного спина и квадраты отдельных спинов, квадраты отдельных спинов одинаковые, а полный спин или ноль или единица, то есть полный квадрат или два или ноль, вот, и таким образом, значит, в игру вступило, что вот между спинами есть особое взаимодействие, которое выгодно для параллельных и менее выгодно для антипараллельных, если константа отрицательна, вот, с тех пор Газенберг постулировал, что такое, для двух электронов доказывается, а для остальных это некое постулирование, что на самом деле между двумя любыми локализованными магнитными моментами есть взаимодействие и возникает Гамильтониан-Газенберга, да, Гамильтониан-Газенберга, который выражается следующим образом, что вот это А называется, это разность интегралов перекрытия, интеграл, это, да, фактически это кулоновское взаимодействие, это же интеграл перекрытия волновых функций электронов, умноженный на энергию кулон, значит, Е, написать так, что 2, что это есть сумма по всем И неравным Ж, И и Ж, С и СЖ, вот что энергия в решетке магнитная может быть записана в таком виде, это называется обменный интеграл между спином С и спином Ж, они на узлах расположены, это локализованные спины, и вот эта энергия есть как раз энергия магнитного порядочения, то есть природа константы Вейлевской обменной константы лямбда состоит в квантовом эффекте симметризации правильной волновых функций полных и разности энергии кулоновского взаимодействия в состояниях с одной симметрией и с другой значит дальше с этим ну вообще-то С это операторы но мы в нашем курсе это не будем рассматривать для нас это просто спины ясно что кулоновское обменное взаимодействие как перекрытие наиболее существенно для ближайших соседей вот и таким образом можно посчитать оценить константу лямбда и соответствующий интеграл перекрытия ограничивать ближайшими соседями тут результат зависит от того какая решетка в простой кубической решетке 6 ближайших соседей в ОЦК 8 в ГЦК 12 но если значит посчитать энергию вот попытаться записать это в виде лямбда на М ну М это понятно что такое это Ж мю бора С на магнитон бора тогда вот эта вот энергия если у меня З соседи я перевернул один спин а остальные создают вот это поле Б ин то я получу что З на 2 Ж 0 С квадрат С квадрат спина это есть 2 Ж магнит магнитон бора спин лямбда Ж магнитон бора С энад вот откуда вы находите связь обменного интеграла с вот этой константой лямбда она выглядит вот так З Ж 0 ой а куда я тут а ну да вот Ж 0 у меня тут написано на Ж квадрат магнитон бора энад то есть обменный интеграл связан напрямую с вот этой вейсовской константой то есть действительно природа состоит в феромагнетизме это обменное взаимодействие теперь возникает вопрос смотрите тут стоит вот И Ж это номера узлов в решетке вообще это скалярное произведение да скалярное произведение и оно же инвариантно относительно поворотов если у меня два векция скалярное произведение не меняется при повороте систем координат вот поэтому возникает вопрос ха-ха энергия инвариантна куда смотрит магнитный момент на узле не по барабану потому что скалярное произведение не зависит от системы отсчета как же это быть с реальным магнитом который вы берете и можете проверить как он намагничен возьмите рентген исследуйте решетку выяснится что спин не просто куда-то там смотрит он смотрит в определенном направлении в решетке причина состоит в том что фактически это есть просто электростатическая разность кулоновских отталкиваний это есть электростатика она не изотропна и чтобы получить направление нужно учесть маленькие релятивистские поправки это приводит к тому что возникает так называемая энергия низотропии то есть теперь мне в решетке не все равно куда идти если я оставлю только СИ на СЖ да тогда пожалуйста синергия инвариант а если нет а если нет тогда в зависимости от этой релятивистской поправки может оказаться так что в одном направлении намагничиваться выгоднее чем другое такое явление называется анезотропия причин анезотропии несколько основное из них это спин орбитальное взаимодействие дело в том что в решетке существует такое понятие как замораживание орбитального момента и орбитальный момент не может смотреть куда ему вздумается потому что другие атомы в одном атоме пожалуйста смотри куда хочешь а вот в решетке когда есть соседи которые создают свои электростатические потенциалы добавляя к потенциалу ядра может оказаться что потенциал не сферический симметричный и вот есть направление так называемое легкое оси намагничивание таких осей может быть несколько в решетке зависит от симметрии решетки вот анезотропия ее нужно добавить к этому она конечно ничтожно мала но именно она выбирает куда смотреть намагниченности в решетке данного типа вот значит бывают такие случаи что анизотропия вдоль какого-то одного направления тогда здесь иногда оставляют скалярное произведение с x с y с z если анизотропия вдоль какой-то оси сильная то она подавляет обмен вдоль других направлений остается только обмен вдоль скажем оси z тогда здесь энергия будет не скалярное произведение произведение z компонент s это называется модель лизинга такая вот она в отличие от гейзенберговской модели имеет в некоторых пространствах разной размерности точное решение что очень важно для гейзенберга только численно можно это сделать и последнее последнее значит если я отклоню вот это видно очень четко отсюда отклоню какой-нибудь спин то ясно за счет обменного взаимодействия он потянет за собой соседей тот следующих и я тут себе позволю такое не очень приятное вот я потянул вот они видите как они стали отклоняться потом возвращаются конечно на самом деле спины это не карандаши классические они же прецессируют поэтому надо смотреть на их прецессию от огибающей этой прецессии она будет иметь волновой характер строгое решение приводит к тому что в намагниченных средах как вот в решетке могут бежать упругие волны сами по себе при конечной температуре конечно так и в магнитной решетке могут бежать волны магнитных отклонений эти волны называются спиновыми волнами значит если решить соответствующие динамические уравнения то можно получить закон дисперсии спиновых волн сейчас я буквально он выглядит вот так вот значит вот она ветвь спиновых волн вот к вот омега к вот граница зоны бриллиена и это получается вот такой график ясно что при низкой температуре вы не можете раскачать большие частоты то есть вы раскачиваете в основном вот здесь тогда вы раскладываете это в ряд и получаете что омега к то это есть ну косинус и 0 с а квадрат к квадрат вот эту штуку частота или аш омега давайте аш омега тут исправим так энергия пропорциональна к квадрат значит вот это можно свести к массе написать что это аш квадрат на 2м со звездой это есть не что иное как эффективная масса вот этого возбуждения оно носит особое название магнон от слова ну как суффиксом во всех возбуждениях фанон экситон электрон и так далее значит поскольку эти волны возбуждаются температурой они оттягивают на себя энергию а раз они оттягивают на себя энергию то тогда они должны давать вклад в теплоемкость это несложная задача найти вклад в теплоемкость магнонов при низких длинноволновых с маленькими к тогда там интеграл можно вы получаете что с магнонная это как у вас задание есть пропорционально т в степени 3 вторых поэтому если у вас есть магнитный диэлектрик то при конечной температуре его теплоемкость c равна c решеточная плюс c магнонная c магнонная она значит равняется альфа t в кубе плюс бета t в степени 3 вторых значит экспериментаторы могут легко отделить одно от другого как они строят вот такой график они конечно меряют полную теплоемкость но откладывают здесь c на степени 3 вторых а тут строят 3 вторых тогда вы получаете прямую линию тангенс угла наклона альфа определяет вам ну в смысле тангенс тангенс этого угла фи это есть альфа а вот этот отрезок есть бета и вы таким образом можете провести сравнение экспериментальных данных с расчетом вот по интегралу перекрытия спину и так далее ну на этом фактически я практически полностью все закончил большое спасибо всем кто так сказать весь семестр имел терпение слушать мои лекции надеюсь что это поможет вам успешно сдать экзамен на этом позвольте откланяться счастливо всем до свидания спасибо Продолжение следует...